всем большой привет сегодня у нас квашеная капуста сейчас для нее самое время покажу как я к вашу капусту с сахаром и без сахара с уксусом и без уксуса с водой и без воды приятного просмотра первый рецепт хрустящая капуста маринаде 1 килограмм капусты мелко шинкуем любым удобным для вас способом 200 граммов очищенного от семян красного сладкого перца нарезаем тонкой соломкой 170 граммов морковки трем на терке для корейской моркови затем готовим маринад берем 500 миллилитров кипятка добавляем 15 граммов соли 50 граммов сахара размешиваем до растворения всех кристаллов вливаем 30 миллилитров 6 процентного яблочного уксуса 70 миллилитров рафинированного подсолнечного масла и снова все хорошо перемешиваем дальше перекладываем все измельченные овощи в миску с капустой хорошенько их перемешиваем заливаем горячим маринадом вновь как следует мешаем и оставляем при комнатной температуре на два часа за это время капусту несколько раз перемешиваем через два часа салат можно подавать к столу но хочу заметить чем дольше будет настаиваться такой салатик тем он будет вкуснее чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал оставшуюся капусту перекладываем чистую сухую банку емкостью полтора литра хорошо уплотняем заливаем доверху маринадом с миски закрываем капроновой крышкой и храним в холодильнике второй рецепт очень вкусная квашеная капуста без уксуса берем 1 литр остывшей кипяченой воды добавляем 40 граммов соли и хорошо размешиваем до растворения кристаллов затем натираем на крупной терке 150 граммов моркови 2 килограмма капусты мелко шинкуем любым удобным для вас способом соединяем овощи в миске и хорошо их перемешиваем мять не нужно дальше берем чистую сухую трехлитровую банку и плотно заполняем ее капустой до самого верха затем заливаем все рассолом делаем деревянной шпажкой несколько проколов помещаем банку в миску так как в процессе брожения жидкость может проливаться прикрываем сверху марли и оставляем капусту при комнатной температуре на 3-4 дня при этом один раз каждые сутки прокалываем ее в нескольких местах деревянной палочкой через 3-4 дня закрываем банку капроновой крышкой и отправляем на хранение прохладное место третий рецепт квашеная капуста в собственном соку 4 килограмма капусты мелко шинкуем затем добавляем соль из расчета 25 граммов соли на каждый килограмм капусты и хорошо мнем капусту руками до выделения сока 600 граммов моркови натираем на терке для корейской морковки дальше берем чистую сухую двухлитровую банку на дно бросаем 10 горошин черного перца 1 лавровый лист закладываем часть капусты хорошо и и уплотняем и делаем прослойку из моркови таким образом чередуем слои пока не заполним банку до верху процессе наполнения вставляем по сторонам еще два лавровых листа верхним слоем должна быть капуста выделившийся сок должен полностью ее покрывать банку с капустой закрываем капроновой крышкой с дырочками или марлей из указанного количества продукта получается две банки емкостью 2 литра каждую банку ставим в миску чтобы ничего не протекло и оставляем на 3-4 дня при комнатной температуре ежедневно утром и вечером прокалываем капусту насквозь деревянной шпажкой таким способом мы избавляемся от горечи через три-четыре дня закрываем банки капроновыми крышками и отправляем капусту на хранение в погреб или холодильник вот и все квашеная капуста в трех вариантах готова приятного аппетита если вам понравились рецепты ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях